Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Доброе утро! С утра рекомендуется посмотреть на втраты. Но не на те втраты, которые мы как обычно даем, которые мы как обычно даем, когда рассказываем о потерях живой силы и техники у расистов. Мы сравним потери в технике Украины и так называемой России. Да, сразу давайте посмотрим... А, сразу оговорочка. Это данные Орекс. То есть, это данные только о зафиксированных потерях в технике, снятых на фото-видеоматериалах. Ничего другого они не фиксируют. То есть, то, что можно, говорится, пощупать ручками. И эти потери, они не дают, конечно, полной картины, потому что не всегда возможно сбить, разбить что-то и при этом еще и снять это дело. А вот соотношение потерь у той и другой стороны, как раз очень даже можно с этим делом разобраться, потому что оно более-менее будет очевидно. Итак, сразу по общему количеству потерь. Это у нас идет с 1 по 13 ноября 2023 года. То есть, вот за, считайте, 12 дней. Почему за 12? За 13. За 13 дней, почти за 2 недели. Посмотрим, кто сколько потерял. Это зафиксированные потери. Россия 238 единиц техники. Сразу общая, говорю. Украина 50. А теперь давайте посмотрим. То есть, разница в, ну, так, грубо говоря, в 4,5 раза. Большая разница. По танкам. Ну, самая большая разница, это идет танки и БМП. Почему? Потому что расисты сейчас устроили вот эту вот свою какофонию под Авдеевкой, и какофония идет под Бахмутом, и под Марьинкой. То есть, они просто тупо, я не очень понимаю. У них огромное есть количество старой техники, которую они сейчас восстанавливают. Срочно прут на фронт. И причем старой техникой являются и танки Т-80, и танки Т-72, на самом деле. Потому что все это техника, и большой привет из прошлого. Первый момент. Второй момент, это дуболомистые офицеры. И третий момент, это неподготовленные экипажи. Или слабо подготовленные экипажи. И это абсолютно очевидно становится на поле боя, когда дело доходит до дела. Итак, по танкам. Вдумайтесь только. Россия потеряла 58 штук за это время. Украина 9. Ну, вот соотношение, да? По БМП. Это то, что, это оружие атаки называется. БМП. БМД и так далее. Бронемашины всякие. Тяжелые на гусеницах имеются ввиду. Россия 51 штук, Украина 7. Тут даже нечего комментировать, ребята. Легкая броня, которая как раз больше у Украины. И по идее должны большие потери мы нести. Потому что вот легкой колесной брони у нас явно больше. У нас там всяких хабби, мрапов и так далее. Очень много. Тем не менее, легкая броня. Россия 56 штук. Украина 15. Больше, чем в 3 раза. В 3,5 раза. Артиллерия, минометы, РСЗО, ПТРК, буксируемые, либо самоходные. Опять-таки говорю, это зафиксированные. Зафиксированные Украина 6. Россия 17 штук. Ну, соотношение понятно. Один только момент. Вот они наиболее тяжело фиксируются. Потому что артиллерию разбивают где-то далеко от линии фронта. Не всегда есть фото-видео подтверждение. А тогда, когда оно есть, далеко не всегда показывают, как именно уничтожалось. Ну, по ряду причин. Потому что не надо. Вот. И поэтому вот наибольшая погрешность в плане разбитой техники именно в артиллерии. Артиллерии на самом деле разбивают наши, по крайней мере, намного больше. Авиация. Ну, тут на их стороне преимущество. Мы сбили один самолет Су-24М, они два наших Мига-29. Ну, это еще раз говорит о том, что наша авиация, извините, она, конечно, слабее. И не летчики, летчики у нас лучше. К большому сожалению, наши партнеры с авиацией, они же так дрожат перед Россией, что авиацию боялись нам давать. Только сейчас что-то и все равно тянут кота за хвост с этими F-16. Вот. А наш Миг-29 способен стрелять на сколько там? На 10, на 11 километров? А на сколько их самолеты способны стрелять? Почти на сотню. И я об этом, да. Флот. Ну, тут анекдот с флотом, значит, опять-таки, это смешно немножко, потому что, ну, у нас нет флота как такового, настоящего, да, большого. А у них есть потери при этом, при всем, при том, при всем, что наш флот не имеет достаточного количества швот, вообще не имеет больших кораблей, там, несколько катеров, и все. А у России флот есть, но есть и потери. Три корабля за последние две недели. Это один аскольдик, помним, малый ракетный корабль. Плюс, ну, система Каракурт, проект 22800. Ну, и два дизайндных катера уничтожено. Проект 1176 Акула и 1177 Серна. Это мы все знаем. Значит, еще кто-нибудь, если кто-нибудь протяпал, не знаю, значит, аскольд уничтожен ракетой. По всей видимости, скальпом. Но это тоже не точно. Вот. А не то, что он не уничтожен точно. Уничтожен он точно. Вид ракеты неизвестен точно. А что касается Акулы и Серны, там сработал наш дрон надводный. Все как всегда. Зенитно-ракетные комплексы и их компоненты. Четыре потеряно у России. Это ЗРК новенький. С300ПС. Это абсолютно новая модель. Дальше. Была потеряна боевая машина для ЗРК Тор М1. Пускозарядное устройство для ЗРК БУК М2 и неопознанная машина для ЗРК БУК. Почему там та часть, там та часть. Дело в том, что вот эти все комплексы ЗРК, зенитно-ракетные комплексы, они довольно сложные. Они состоят из нескольких компонентов, как обычно. И если удается поразить один из этих компонентов, уже хорошо, потому что выходит из строя все. Одно без другого не работает. И поэтому оно уже распределено по большой площади, вы же прекрасно понимаете. Тот же С300, одна часть стоит здесь, другая там, та, третья там. Если что-то прихлопнули, все, оно уже вышло из строя. Это хорошо. Иди, сделай новый С300. Они, конечно, расконсервируют сейчас, но это старое барахло. А вот таких новых, как С300ПС, это уже не так-то их и много. Вот, так что хорошо. Дальше поехали. По радиостанциям, значит так, у РЛС, станции связи, комплексы РЭП, у России разбито было 11 штук за это время. У нас, к сожалению, 2. Но это потеря для нас. Причем у расшистов был и зоопарк, зоопарк-1, 2 штуки зоопарк-1М. Там, 2 комплекса ЛИР-2 и так далее, и так далее. Я не хочу перечислять это все, потому что людям это ничего не дает. Но, скажу одно, каждая из таких вот 11 штук, возобновить ее очень сложно. Вот, и это, кстати, все говорит о качестве работы как нашей артиллерии, так и наших дронов, дроноводов. К сожалению, мы потеряли 2 штуки. То есть у них один с потерей, у нас 2. И один из них, к сожалению, зоопарк-3. В ИАХ это война, да. Один из них зоопарк-3. Это дорогая штука стоимостью 25 миллионов долларов. Но у них для сравнения потеряно 2 зоопарка. Дальше. Боевые ремонтные эвакуационные машины. Это тяжелая техника инженерная. Обычные эвакуаторы танков и так далее. Инженерная техника. Разминирование. Машины разминирования тоже тяжелые дуры и так далее. У России потеряно 8, у нас 2. Ну, очевидные потери. Вот. Дальше. Зенитные установки. Одна у России потеряна. Это пушка. Это пушка 60-х или 50-х даже годов. Кто был в армии в то время, может меня поправить. С-60. Это на траке, на грузовике установленная пушка калибром 40 с чем-то миллиметром. Или 60 миллиметров. Пуляет по воздушным целям. Ну, так. Еще раз говорю привет. Из начала 60-х. Одна штука. Ну, такое. Беспилотники разведывательные. Четыре у них, четыре. У нас грузовики. У них 21, у нас три. И всего потерь зафиксированных с начала российского фашистского вторжения по технике. Россия. Это зафиксированная потерь. Еще раз говорю. Зафиксированная. Тут не учтено то, чего не видели. 13 тысяч 83. Украина 4712. Ну, как говорится, все абсолютно очевидно. Тут даже не о чем разговаривать. Вот. То есть видно, что за последние две недели. Посмотрите. Когда мы атаковали больше. Вот. в конце лета, да? В начале осени. Потери были плюс-минус одинаковые. Все равно в нашу пользу. То есть было видно, что... Ну, по идее, когда мы прем вперед, значит, у нас должно быть больше потери. Не фигулечки. Не фигулечки. Все равно хоть немножко, но потери были больше у них. Сейчас вроде они поперли вперед. Достижение у них 0,1. А потеря у них больше стала в разы. В разы, в разы, в разы, в разы. Вот так вот, ребятки. То есть... Вот так мы можем об этом говорить. То есть... Ну что? Слава Богу, генерал у нас лучше, офицер у нас лучше. И мы стали на один день ближе к нашей победе.